друзья всем привет меня зовут екатерина я сегодня сделаю небольшой обзор своих сосен и похвастаюсь новинками для сада создаю сад сад свои мечты он меняется каждый день сад это конечно процесс творческий процесс и хотелось бы сделать какую-то клумбу одну чтобы на долгие годы до стояла такой постоянно декоративный но нет она меняется мы добавляем каких-то красок растения растут в общем можно гулять по саду каждый день и находить что-то интересное новое я сегодня сделаю акцент на соснах в своем саду покажу каждую и подпишу вот кручусь здесь потому что здесь самая взрослая сосна в моем саду да вот такая маленькая но взрослая и похвастаюсь своими новинками классными классными такую себе ель нашла больше ни у кого такой нет только у меня да вот как бы это громко не звучало и пафосно но так оно и есть сделаю обзор сосен и начинаю вот сосны горной мугус мугус красота необыкновенная я ее два года щипала и не знаю зачем здесь и ей пока хватает места это сосна которая не растет шариком а она раскидывается вот превращается в некий куст выкидывает лапки свечи стороны и они вот так вот наклоняются смотрите вот один год росла потом сюда свечка пошла второй год вот видите вроде бы приподнимается что-то и в то же время она стелется ширина этой сосны чуть более метра и высота тоже наверно сантиметров 50 всего лишь уже открыла свои иголочки видите в этом году не щипала думаю ладно подрасти еще немножко это сосна однажды была скошена под ноль и на всеобщее удивление восстановилась начала расти поэтому вот такая она у меня маленькая мы забрали у нее скосом ну два года жизни представьте конечно же саженец был маленький из контейнера п-9 но такой пушистик уже я так понимаю двигался на двухлетний возраст а мы его возьми да скосили восстановилась в общем сосна живучая медленно растущая и вот такая раскидистая самая взрослая сколько же ей лет примерно около семи до 7 лет вот этой крохотулечки моей рядом посадила пересадила с другой клумбы ель gold drift gold drift я решила этот уголок зеленый такой темно-зеленый украсить вот этой желтой елочкой которая имеет форму пендулы то есть такая узенькая узенькая колонна плакучей формы дала прирост им нехороший в этом году но заморозила макушку раз мы уже гуляем рододендрон отцвел вот так он выглядит сейчас все равно красавец а это клематис тёрфсленд вторая группа обрезки зацвел не махровыми цветами но очень красивыми таким продолговатым листиком с острым кончиком фиолетового цвета цветами конечно не многочисленная но он не снимался с опоры отцвел сейчас хорошо виден барбарис который я стригу на ножке вот так это все выглядит покажу все свои сосны и малютки этого года посадки прошлого пойдемте дальше посаду эти решил попозировать малыш да покажи что ты там уже где нашел какую-то косточку нашел надо забирать тэди дай косточку дай косточку вот так так то тебе дал косточку признавайся вот кто-то же дал а я хочу показать вам вот эту клумбу мою новоиспеченную у которой присутствует в основном зеленые оттенки так как тюльпаны отцвели здесь много тюльпанов по весне ну а сейчас она такая и да растение молодые посажены только в основном этой весной и соответственно между ними много голого места то есть отсыпка из коры это сосновая кора но я сажала их с учетом с таким их размеров в 10 лет и чтобы еще оставалось немножечко расстояние поэтому сегодня вот такие большие пустоты многолетниками многочисленными не хочу это все заселять мне нравится когда просматриваются растения вот хвойные очень мне это нравится когда свободно воздушно просторно это посадка этого года сажала вместе с вами малютку сосна горная афир и смотрите она уже открыла иголочки все сосны выглядят по-разному вот мы подойдем к другим и я вам покажу в чем там разница вот горные сосны вот это вот афир они такие быстрые очень быстро выдвинули свои свечи и стали показывать иголочки маленькая небольшая сосна ну чем же она хороша тем что на зиму окрашивает свою иголку сегодня зеленого цвета в желтый цвет яркий яркий и если снега не будет пусть она и на небольшом штамбике здесь так может сантиметров 15 если не будет снега то будет она конечно ярко-ярко выглядеть ну а сегодня зеленые отголоски зимы и желтого цвета кое-где на кончиках просматриваются при желании это конечно можно увидеть это нормально ну вот видите открыла иголочки быстрая быстрая сосна идем дальше и эта посадка этого года это сосна черная от из компакта и знаете сосны черные они вообще настолько интересны необычные у них своего рода цвет необычный у сосен и они поздние вот смотрите на свечки только-только начали показывать пучки то есть иголки не выросли не открылись вот такая поздняя сосна сосны черные у меня еще две есть а вам их также покажу здесь штамбик около 40 сантиметров поставила конечно же рядом опору металлическую подвязала все кембриком для того чтобы но не сломала не ветром не снегом и вот такая уже пышечка у меня сегодня красивая сосна виде сердца супер согласитесь ну вот она еще не полностью не раскрылась в нас все впереди я в ожидании красоты ну и с другой стороны хорошо она не спешит не спешит показывать все и сразу здесь у меня розочки маленькие готовятся к цветению все на бутонах вот отсюда я пересадила сосну голд дрифт посадила сюда бегут спайр тую для того чтобы ну закрыть место немножечко добавить зелени вертикали так как клумба это полностью меняется и я понимаю что пока это голд дрифт подрастет это пройдут годы а я хочу сегодня видеть уже какую-то зелень это цветет клематис пилу красавец вот такой относится ко второй группе обрезки бывают махровые цветы но в этом году я не вижу ни одного махрового цветочка все простые но я не снимаю с опор и я его обрезала буквально на половину кроны все это вот наросло с побегов прошлого года и вот так цветет начинает свистеть вот сколько бутонов огромное количество конечно этот клематис покрывается цветами полностью и не видно листвы вот так он у меня здесь растет ну а я спускаюсь к малютке к малютке это пинус контор то taylor's sunburst вот такая малютка которую я купила как прививка вот была одна такая почечка зеленая привита ну и сверху видовая сосна не и все-таки решил обрезать и обрезала полностью чтобы она не забирала силы у молодого саженца так как он начал расти и показывает свой прирост ярко-желтого цвета вот такая сосна у меня есть вот такого размера это посадка ранневесенние этого года тоже молодая да досталось ей очень хорошее парадное место я надеюсь что она быстро начнет расти сколько приростов даст в году не знаю в основном сосны дает один за исключением сосен веймутовых но я вижу почки если вы видите то несколько почек она заложила соответственно к следующему году будет попышнее здесь конечно еще очень много голого места но как я сказала ранее люблю все таки я такую воздушность прозрачность не люблю сильно набитые клумбы ну по крайней мере если это один вид растения или хвойные или розы тогда и тогда смотрится много-много всего разного и когда это плотно не моё хочу показать вам вот эту лилию конечно сегодня она просто зеленая ветка но это та лилия которую я все пытаюсь завести в своем саду белого цвета и ну хорошо что хоть вообще выпустила какую-то ветку пусть одну но зато она будет цвести не пропала есть у меня белая лилия в этом году второй год подряд ну вроде бы приживаемся и хочу показать вот лиственницу королевскую лиственницу это лиственница европейская пендула посадка этого года чуть более месяца назад я ее посадила смотрите какие выдала на длиннющий прирост и а у нас еще это все лето впереди красиво ей понравилось и еще я заметила вторые приросты в этом году молодец вторые приросты в этом году и очень понравилось я довольно посадила и покажу вам вот одну треть горшка я полностью освободил от грунта вот эта вот часть была в горшке засыпана грунтом соответственно в том числе и корневая шейка а ее необходимо открывать она должна соприкасаться землей для того чтобы растение быстро нарастала и было комфортно сейчас это вот такого немного коричневатого цвета но все со временем сравняется и воздушные корешки это не корневая шейка они уже как бы нарастали я их оставила но они вижу усыхают усыхают но потом сами и отвалятся не трогаю а вот здесь пошло утолщение вот оно сюда пошло сюда вот так была эта лиственница заглублена в общем ей все по нраву ей все по нраву чему я очень рада дальше здесь у меня столько сосен появилась я почему-то стала к ним испытывать особую нежность например вот это сосна посадка прошлого года сосна черная мари брегон невероятная красавица которая имеет маленький прирост до 5 сантиметров и цвет цвет зеленого яблока очень необычный смотрите она только-только выпускает пучки иголки еще не наросли я купила в том году эту сосну и тоже где-то в начале лета высаживала когда она ко мне пришла были только свечи даже не было видно вот этих пучков я думаю интересно в каком холодильнике хранили эту сосну а это просто потому что сосна черная она поздно просыпается на медленная такая выдвигает свои свечи и долго их как-то не пускает вход вот по чуть-чуть распускается в общем ей не страшно никакие возвратные майские заморозки красивая такая нарядная она открыла прирост и в том году в моем саду и вот сейчас второй раз то есть этой сосне второе лето также была заглублена корневая шейка на сантиметров 5 буквально вот до этой части и цвет был такой коричневый мокрый на протяжении года а сейчас сравнялась все сравнялась все серого цвета как будто этого и не было обязательно ставлю опору вот к таким штамбиком невысоким здесь около 60 сантиметров штамбик и подвязываю кембриком вот чтобы не перетянуть ствол растения ни в коем случае опора нужно для того чтобы мало ли сильный ветер снег не сломали пока растенится маленькая она утолщается растет еще слабо я ставлю опору а это еще одна сосна и тоже два года уже в моем саду малютки этой сосновей мутово макапин мне кажется сегодня она самая самая красивая самая имеет зелено-голубой цвет хвои плюс это хвоя очень мягкая такая как пластилинчик она играет она не похожа ни на какую другую сосну вей мутово это нечто особенное вообще и она дает два прироста в году вот это авто первый прирост выдвинула шишечки и чуть выдвигаются вот эти пучки с иголками медленно тоже а через месяц она еще даст прирост и он будет вот с такими маленькими иголочками я вот в том году наблюдала думала что выдвинет два раза длинный прирост нет она длинный дает один раз а второй там на пару сантиметров прирост как бы подготовка для следующего года вот они маленькие иголочки соответственно она с разной длиной растет вот это иголки первого прироста этой иголки 2 прироста и точно так же сейчас будет и с этими свечами маленькая сосна что говорить маленькая но она в 10 лет может достигнуть высоты 2 метра и ширины полтора поэтому конечно когда-то она выйдет за рамки бордюра чего я и жду в принципе он спрячется и будет только хвойный сад хвойные растения здесь в общем вот такая друзья сосна это сосновей мутова макарпин дальше идем здесь же у меня и новинки здесь мои новинки так кто у меня здесь кто очень красиво свел клематис как он как у меня клематис называется мультиблю мультиблю забываю никак не запомню его название уже цветает и так интересно огромные цветы махровые а листвы то мало и побегов мало очень интересный клематис здесь еще одна сосна сосна также черная бомбина сейчас посмотрим точно бомбина до бомбина аналогично стоит опора подвязана к опоре и вот такая шапка это сосна растет такой полусферой не шариком плотным и прирост побольше около 7 сантиметров в год в отличие от марии бригон здесь темно-зеленый цвет хвои и смотрите как интересно две прививочки были и вот одна такая длинная ну то есть прироста более такие размера побольше до размера аудись какие-то вообще крохотульки и это так отличается как будто две сосны вот на одной ножки но посмотрим когда она полностью откроется мало ли что не хватило питания вот этой прививочки а это больше на себе взяла не знаю ну вот такая вот она у меня посадка прошлого года молодой красивый саженец пусть растет пусть растет здесь гортензии у меня гортензии это полистар моя хотелка попала под возвратные заморозки и много цветочных почек заморозила но цвести будет уже открывать цветочки уже открываются а это моя новинка друзья ель восточная аура и до чего же она хороша я на нее смотрела смотрела мучилась мучилась но решила все-таки посадить освободила здесь место здесь росла раньше рос можжевельник блюстар голубая звезда вот я его передвинула так скажем немножко пока ель будет подрастать она в окружении метельчатой гортензии пусть растет большой это ель может достигнуть в десяти годам около трех метров высоты если ее не ограничивать и не прищипывать что в ней примечательного вот этот цвет вот этот желтый необычный цвет который начинается с момента распускание почек дальше двигаются эти приросты они желтые и до сих пор желтые это уже держится вот с открытием этих приростов две недели и так она простоит почти все лето потом начинает зеленеть и остаются такие отголоски маленькие вот желтенькие кончики до следующего года соответственно она говорит о том что я буду опять желтые скоро и вот эти приросты они открываются они такие как сказать как пластмассовые как расчесочка не мягкие не колючие очень необычные мелкие иголочка около 5 миллиметров длиной прирост это длинные вот боковые приросты где-то 5-6 сантиметров может кто-то есть и семь вот это кругленький макушечка то уже около 10 то ли еще будет я думаю она подтянется и конечно при желании вот эту макушечку напополам обламываем и она будет меньше и более пушистой ну я хочу чтобы она была объемной яркой потому что она горит горит ярче солнце вот такая моя новинка очень довольна насаживаю свой сад создаю сад мечты который заселен вот этими лесными красивыми растениями круглый год декоративными такая яркая вам не рассказать интересный саженец получается он с небольшим этаким наклоном я даже не выравнивала пусть смотрит в сторону вот такая будет ель только у меня кривулька но может выровняется не знаю и две такие длиннющие лапы которые смотрят в стороны очень красивая ель очень довольна что ее посадила я все думала думала думаю нет я не могу себе отказать в такой красоте ведь она дарит нам много эмоций положительных вот подойти посмотреть на это солнышко но она видна издалека издалека друзья вот такая красивая очень рада очень рада посадила я ее буквально неделю назад вы не представляете в июне ну хорошо что была пасмурная дождливая погода открыла корневую шейку конечно же она была заглублена на пару сантиметров в горшочке немножко расчесала корни и посадила поставила конечно свою фирменную табличку где на вот и пицца ориенталис аурея такая вот друзья где на там у меня назад поставим назад вот так она смотрится издалека пусть подрастает сзади у нее фон из той вересковидной эрикой дес пока ножки у нее голены соответственно еле будет хватать цвета но я думаю она быстрее будет расти чем эта туя на трех ножках ну вот такая композиция в окружении гортензий посмотрим как это будет все выглядит летом а это еще одна моя новинка которая приехала ко мне я ее заказала в питомнике и вот такая ель будет точно только у меня друзья это ель сеянец из семян ели вилл цверк смотрите какая она необычная очень похожи приросты на ель вилл цверк но в чем ее изюминка в том что она весной выдает приросты ярко розового цвета ярко розового цвета дальше они светлеют и вот ель не темно зеленая и не желтая а салатовая то есть такая достаточно необычная сорт понятно что не зарегистрирован и нет такого ни у кого такой будет только у меня так что если вдруг что если вдруг кто-то захочет то будем договариваться чтобы кого-то такая же появилась а ель как у меня маленькие приросты это семилетний саженец такой был один я добавлю фотографию какой она была желтенькой в начале весны с розовыми приростами сейчас я смотрю на приросты они длиной где-то около 3-4 сантиметров то есть такая медленно растущая ель медленно растущая передает ли камера этот цвет так как ведь что-то сломала что и сломалась что ты сразу не заметила иголочка где-то около 4 5 миллиметров длиной очень маленькая плотно прижата к побегу ну вот так если посмотреть прирост прошлого года вот он то высота где-то около 10 сантиметров где-то так вот такая друзья моя еще новинка правда не определилась с местом сейчас высота этой елочки 50 сантиметров ей 7 лет понимаете что она медленно растущая карликовая ну а я такие люблю они много места не займут не через 10 лет не через 20 красивая но цвет цвет салатовый передает камера цвет я надеюсь что передает вот такая друзья моя новиночка две елочки хвастаюсь вот кстати надо поставить вам вместе их показать да сейчас я поставлю эту красотку вот как отличается да моя аурея ель и вилцверк разе розе розовая как ее назвать предлагается в комментариях друзья предлагайте название будем регистрировать сорт но дождемся весны зафиксируем розовые приросты и будем регистрировать сорт пойдем дальше пройдемся по другим еще соснам мне еще парочка есть друзья а это сосна горная winter gold без подсорта без карстенс это просто видовая winter gold соответственно она будет большая и такая есть только у меня это сосна продала себя мне я вам говорю что продала она меня обхитрила потому что я ее когда увидел ну конечно то что winter gold и она желтая становится на зиму это как бы меня привлекала в первую очередь ну а дальше вот эти вот шишечки молодые когда я ее покупала они были фиолетовые фиолетовые такие яркие яркие я когда их увидела все я обомлел и что вы думаете а у меня то таких на следующий год фиолетовых шишек нет она схитрила она отдела фиолетовое платье и продалась мне вот такая вот красавица может они были но я не успела это заметить друзья у меня зеленые а я когда покупала мне есть видео даже я успела и снять видео привезти домой посадить и через пару дней там показывала и еще там через неделю видео показала шишечки были фиолетовые а мне зеленые не знаю чем это связано ну ладно те фиолетовые шишечки они могут превратились вот в такие зеленые шишки вот а ели сосны вернее растут два года осталось я желтенько напыление она была очень яркая очень порадовала я и довела парадное место то есть с окон дома она видна вот он такая легкая воздушная и на этом голом стволике это сосна сидела в пятилитровом горшке высокая более метра высотой представьте как ей было сложно не хватало питания и она выдала мне вот здесь вот такой прирост свечечку выдала и вот сейчас открываются иголки на этом голом стволе я думала здесь уже ничего не образуется нет выдала вот такую красоту вот она пыльники были зеленого зелено-желтого цвета красиво сейчас они уже отпылили покоричневели вот так выглядит моя сосна winter gold вот это прироста этого года как я говорила сосны горные растут намного быстрее ну открывают весенние иголочки свои сосна горная пумелио она очень схожа с сосной горной мугус но конечно отличаются формой кроны пумелио формирует этакий шар и если его не прищипывать то он воздушный рыхлый такой раскидистый вот эту сосну я два года прищипывала и что она дала после прошлогодней прищипки вот такие букеты большие пушистые букеты я не успела прищипнуть до молочных побегов поэтому до каких размеров она достигнет в этом году не знаю но в любом случае она мне нравится она стала такой густой густой чтобы ограничить ее рост можно вот центральные побеги они самые сильные толстые соответственно они наберут большую высоту обломать или обрезать наполовину хотя бы вот и этот вот допустим вот этот пучок тоже вот этот самый высокий сильный побег их обрезать наполовину и уже этого достаточно она незначительно увеличится в размере вот такая пумелио могу с раскидывается пумелио растет шариком у меня есть та и та сосна ничем они особо не примечательны всегда зеленые единственное что у пумелио свечи такого насыщенно оранжево-коричневого цвета весной очень долгое время до появления вот этих пучков с иголочками красиво правда мне даже нравится она в том периоде больше чем когда появляются иголочки да и оставила я на десерт невероятной красоты сосну это сосна швейри на вид хорст вот какая она у меня красивая посажена была в прошлом году в другой части сада но я перенесла ее на парадное место потому как у нее иголочка похожа как у сосны веймутовой то есть мягкая пушистая тоненькая такая вся летящая и плюс ко всему она дает вот такие шишки шишки это ее самое наверное главное достоинство потому что они имеют невероятную красоту цвет фактуру размеры и вот она растет увеличивается никому не разрешаю трогать только сама другу эту шишку вот такая она красивая это зачатки шишек прошлого года они растут также два года а вот это шишечки уже этого года соответственно следующем году она у меня будет шишкастая шишкастая да малыш ходит за мной говорю сзади выросла это прирост этого года вот такие были свечечки иголочки открываются и растут вместе со свечкой и шишками это нечто невероятное в общем сосна которая не похожа на другие сосны ни на кого она такая своеобразная очень очень декоративная вот такие малюсенькие шишечки видны видны даже камера хочет их передавать вы представляете какая это красота скажет эти скажи красота красота вот здесь маленькие приросты но она такая не сильно пушистая так понимаю потому что на каждом побеге боковом побеге дала по одному приросту ну как-то да очень мало набирает высоту а вот верху на макушке смотрите сколько заложила свечек и распускает их подвязала к опоре обязательно так как стволик еще тоненький слабенький а здесь ветра здесь ветра вот друзья на этом буду заканчивать вот такая сосна еще много сосен ну как много парочка еще ждет посадки в сад буду их показывать когда посажу обязательно скажу и расскажу вот так выглядит моя елочка которую мы недавно формировали вместе с вами смотрите какая она у меня аккуратненькая макушечку в этом году оставила не прищипывала соответственно мы значительно увеличимся в размере всем хорошего дня отличного настроения и до встречи друзья